С нынешними ценами на продукты, сказку про кашу из топора можно считать не сказкой, а рецептом. Но это шутка из интернета, но, как говорится, было бы очень смешно, если бы не так грустно. Рост цен. Так звучит тема, которую мы сегодня обсудим за круглым столом. И давайте познакомимся с нашими экспертами. Итак, Ананева Светлана Ивановна, временно исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чуваши. Катеев Валерий Вячеславович, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Чуваши. Кадилова Марина Витальевна, руководитель госслужбы Чуваши по конкурентной политике и тарифам. И Рябинина Татьяна Александровна, заместитель министра сельского хозяйства Чуваши. И для начала я предлагаю посмотреть материал, который мы подготовили до эфира. Пожалуйста. Какой бы за окном ни был год, если спросить рядового россиянина, что с ценами, он всегда ответит – растут. Начало 2019-го из этой тенденции, увы, не выбилось. Заметно, повысились все цены. Вот рис подороже стал намного. Я рис люблю круглозерный. Гречку я светлую беру всегда. Все дороже, конечно, все дороже, подорожало. Больше стала, конечно, цена. И на мясо, и на молоко. На чем экономить будете теперь? Или не будете экономить? Ну, не будем экономить. Как экономить? На собственном желудке. В этот раз, помимо традиционной причины роста цен, инфляции есть и другие. На яйца повысились цены. На дезодорант, например, чуть ли не на 20%. Геркулес, по-моему, тоже повысился. Так что повышение цен идет. Как думаете, почему растут цены? Говорят, что инфляция идет, поэтому растут цены. Но НДС повысился, цена на бензин повысилась. Соответственно, идет рост цен по всем параметрам. На чем-нибудь будете экономить или не будете? Ну, я думаю, что не буду. На еде, по крайней мере, не буду экономить. Что касается более серьезных покупок, там надо будет подумать уже. Среди причин ощутимого для населения повышения специалисты называют еще и региональный аспект. Мол, наши цены и так одни из самых низких по России. И вечно так продолжаться не могло. У нас цены были самые низкие, почти, ну, по сравнению с Россией, несколько ниже. И поэтому они догоняли уровень цен, который был по России. И вот это повлияло на индекс потребительских цен. Вот, к примеру, скажу, да, свинина. Мы занимаем первое место по России и по Привозскому федеральному округу по уровню цен. Самые низкие. Но при этом у нас цены на свинину повысились на 16%. Понимаете? Они просто догоняли уровень российских цен, но при этом остались на уровне самых низких. И еще момент. Такой прием, как даунсайзинг, также известный как шринкляция, то есть уменьшение количества продукта в упаковке без изменения цены, в нашей стране маркетологи используют уже почти 10 лет. Специалисты считают это хорошим способом скрыть влияние на цены инфляции. Когда невозможно сдерживать цены, приходится сдерживать ценники. Из самых ярких примеров. В привычной пачке молока уже давно не литр, а в упаковке гречки не килограмм. Однако сейчас даунсайзинг коснулся такого продукта, как яйца. И этого россияне не заметить. Уже не могли. Упаковка из девяти яиц стала мемом. Все подорожало уже. Так, по идее-то. Самое главное яйца сейчас же. Все проблемы, яйца подорожали, говорят. Упаковку из девяти яиц встречали уже в Чувашии или нет? В Чувашии не встречал, я сама же встретил. Да, серьезно, в Самаре? Да, да, девять штук. И коробка зато красивая. Иными словами, из того, что осталось стабильным, чувство юмора и оптимизм россиян. Итак, да, как сказал мужчина, да, зато коробка красивая. Но с оптимизмом россиян все понятно. Давайте по порядку разберемся со всем остальным. Я правильно понимаю для начала, что яйца – это социально значимый продукт. И да, НДС не повышал 10%. В таком случае, что с ценой на яйца? Ну, первое, наверное, что приходит в голову нашим жителям и вообще россиянам – это то, что производители повышают цены. Обычно у нас всегда это происходит так. Мы специально проанализировали цены не только на яйца, но и на группы товаров, по которым наблюдается рост. Сразу хочу сказать, что работа в сельском хозяйстве, она несколько специфичная. И никто, как сельхозтоваропроизводитель, так сильно не зависит от природных условий и от влияния внешних рынков. Поэтому анализировать год к году здесь будет не совсем правильно. Мы берем всегда при анализе пятилетний период. Это как минимум. И когда специально мы анализировали эти цены, когда начались вопросы по повышению цен, здесь я хочу отметить и обратить внимание на то, что у нас цены на яйца не повысились, не достигли даже уровня 2015 года. Это касается и таких видов товаров, как молоко, 2,5% жирности. Ну, про яйцо мы говорим, это про яйца первой категории, как самый ходовой товар. Аналогичная ситуация у нас идет и по муке. При этом мы же все понимаем, что наши сельхозтоваропроизводители находятся в тех же рыночных условиях, что и все остальные. Для них также растет ГСМ, цены на топливо. Для них также растут тарифы на электроэнергию, на газ. Я правильно понимаю, что, получается, было когда-то, вы говорите, понижение. С чем связано? Может быть, это я читала тоже, что перепроизводство в 17-х годах, когда много яиц у нас было почти по себестоимости. Это было связано, да, с тем, что у нас в 2010 году начали реализовываться активно национальные проекты. Потом мы начали, и хорошо, что мы начали говорить о продовольственной безопасности, что нужно наращивать внутреннее производство сельхозпродукции. Это привело к тому, что сейчас Россия стала действительно серьезным игроком на рынке агропромышленного комплекса. То есть мы производим уже достаточно много продукции. И мало того, что на нас давят внешние рынки, да, то есть если вот мы говорим о молоке, в прошлом году, когда цена на молоко упала, на сырое молоко больше, чем на 30%, здесь оказалось сильное влияние рынок Беларуси. И параллельно идет влияние внутреннего рынка. То есть все производители, они действительно все производят. То есть поддержка АПК, она очень серьезная. Поэтому сейчас федеральный Минсельхоз, он делает ставку на экспорт. То есть мы, производя все больше и больше, должны находить внешние рынки сбыта для того, чтобы не было вот этого влияния на внутренний рынок. А если говорить именно в отрезке, сельхозпроизводитель и наш российский, да, покупатель. Вот здесь как бы какая ситуация. То есть еще по Чувашии, да, повлияла ли, например, на Чувашию та ситуация, что закрылись несколько птицефабрик из-за птичьего гриппа Воронежской, да, например, области? Или здесь мы не коснулись у нас своих? По птичьему гриппу у нас не коснулось. У нас 98% нашего рынка обеспечивает агрохолдинг Юрма. То есть как бы здесь такого влияния сильного не было. Очень длительный период в России было перепроизводство мяса птицы. Что это происходит? То, что объем производства, он превышает объем потребления. Происходит, что многие игроки, некоторые игроки уходят с рынка, и цена тем самым стабилизируется. Поэтому мне хотелось бы еще на что обратить внимание. Что если наши производители в январе 2015 года продавали яйца за десяток, да, по 53 рубля, то сейчас даже при том повышении, которое всех шокировало, они отпускали в 2019 году десяток яиц за 50 рублей 80 копеек. Если смотреть на оценки в магазинах, специально проанализировали, в 2015 году на оценка на яйца была 20%, в этом году она у нас 32%. Вот я предлагаю не зацикливаться именно на производителях, на повышении цен производителей. Здесь нужно все-таки посмотреть справедливость надбавки на каждом этапе от сельхозтоваропроизводителя до конечного потребителя. У нас есть эксперт, который может говорить про справедливость надбавки. Я правильно понимаю? Так что касается яиц, как думаете, проверялась ли уже на каждом этапе справедливость надбавки? Я должен сказать, что действительно есть обращение в отношении такого продукта, продовольственного, как яйца, о том, что повышаются цены. На это обращение антинопольный орган проводит соответствующую работу, а именно проводит анализ повышения цены. На данный момент, к сожалению, я не могу однозначно ответить, справедливо это повышение или нет. И вообще вопрос справедливости достаточно сложный. Мы рассматриваем экономическую обоснованность и экономическую обоснованность повышения всех составляющих цены. Она достаточно широкая и глубокая. Может быть, здесь много уже говорили составляющих и от таких ключевых факторов, как ГСМ. То есть пока идет все-таки проверки каких-то данных. На данный момент, на сегодняшний день идет проверка, и поэтому я не готов комментировать даже то, что заявили сейчас про наценку. Понятно. А вот что касается, я тоже читала, что подорожали комбикорма. Вот это как-то сказалось на наших сверхостоверополезентах? Ну, про комбикорма тоже надо говорить аккуратно. Да, действительно, превышение оно идет. Фуражная пшеница, допустим, в этом году, чтобы понимать в себестоимости яиц, доля комбикормов, а комбикорма, соответственно, не изготавливается из фуражной пшеницы, в себестоимости яиц, доля комбикормов занимает до 70%. По сравнению с прошлым годом, да, фуражная пшеница, она повысилась больше, чем в два раза. На это повлиял очень сильно низкий урожай, по сравнению с прошлым годом. То есть вот поэтому мы говорим о том, что рынок сельхозопродукции, он очень такой колеблющийся, поэтому анализировать его нужно за достаточно несколько лет назад. Но при этом, вот, да, хочу перебить, опять же, мы все равно не достигли уровня пятилетнего периода, потому что несколько лет складывалась такая ситуация, что наши сельхозтоваропроизводители, особенно это характерно было в прошлом году, вынуждены были отдавать зерно, ну, практически по себестоимости, некоторые даже себе в убыток. Долго это не может продолжаться, и правильно было сказано в сюжете представителями эконом-развития Чуваши, рынок сам себя регулирует, и мы просто, вроде, цены растут, но также в то же время мы одни из самых низких цен имеем в Приволженном федеральном округе и в России. То есть все равно мы должны достичь более-менее справедливого уровня, чтобы работать было рентабельно и сельхозтоваропроизводителем. Покупательская способность, на самом деле, тоже, да, зависит, Чувашия, она тоже, на самом деле, на самом деле самая высокая. И все-таки подытожим, да, простым языком, для простых покупателей, которые сейчас собираются в магазин за яйцами. Почему, да, уровень цен по сравнению, например, с 15, нет, с 16-17 годом, да, он все-таки повысился, хотя и не достиг уровня 15-го года? Ну, здесь сыграла, во-первых, сезонность, она у нас поднимается, цены поднимаются всегда. То есть надо эти тазики оливье крошить, да, я их покупаю. Да, да, да. Потом, конечно, сыграл резкий рост цен на зерно, о чем мы сейчас говорили. Ну, как мы сейчас говорили. Более подробно это объяснит. И сейчас уже нет такого резкого скачка, цены начинают опускаться на яйца. Мы все ходим в магазин, мы все это видим. Поэтому я думаю, что все равно более-менее ситуация стабилизируется. Хорошо, а еще остановимся на социально значимых все-таки продуктах, помимо яиц, да, это молоко, хлеб. Вот здесь что повлияло на рост? Это инфляция или какие-то еще причины? То есть молоко, да, говорят, подорожало, например, хлеб? Ну, что касается молока и на хлеб, здесь вот тоже, наверное, повторюсь немножко, вот сюжетом мы тоже вот проанализировали. Вот с одной стороны, да, действительно, мы понимаем, сегодня основной вклад в рост инфляции, мы видим, действительно, осуществился за счет продовольственных товаров. И это характерно не только для Чувашской республики, но и для Российской Федерации в целом. И причем мы, когда посмотрели по месячный анализ, мы это увидели, основной вклад – это декабрь месяц. И это характерно также и для России, и для Чуваши. Причем больший рост даже оказался в целом по Российской Федерации. То есть это Новый год? Конечно, как вы уже сказали, уже все начали крошить салат Оливье. Но с другой стороны, да, Татьяна Александровна сейчас отметила, да, с одной стороны, анализ по 2015 году. Мы, думаю, тоже вот посмотрели, действительно, самое главное, это, наверное, даже вот хорошо, это вы должны почувствовать, что самое главное – да, рост есть. И причем значительно, мы вот посмотрели сегодня, вот в сюжете вспоминали про рост на свинину, но я хочу сказать и про рост и на капусту белокочанную, и на сахарный песок. Да, действительно, вот три категории продуктов сегодня, да, на устах у всех. Это яйца, это коры и это сахар. Да, в принципе, что на яйца практически одни и те же факторы. Но если когда мы действительно сравниваем с ценами и по ПФО, и по Российской Федерации, цены, они значительно ниже. И ниже, и причем мы здесь по самым минимальным ценам, Чуваша является лидером, и входим мы в десятку не просто субъектов Приложского федерального округа, но и в десятку лидеров по Российской Федерации. Это, я считаю, что это очень важно для всего населения. Но с другой стороны, когда, да, действительно, именно за 2018 год мы видим основную, то есть ускоренную инфляцию мы здесь увидели. Но мы здесь тоже посмотрели анализ, и я хочу сказать, что вот если тоже посмотреть, с 2015 года, у нас ведь основной 2017 год, если мы сравним с 2017 годом, мы здесь видим самый минимальный рост цен. И более того, по Чувашу у нас в 2017 году, у нас регистрировалась не инфляция, а дефляция. У нас даже было снижение цен на продовольственные товары в целом. Но, видимо, поэтому, когда покупатель идет в магазине, да, он... Поэтому, да, и действительно, конечно, эта разница, она очень чувствительна, она оказалась для всего населения. А вот цены уже прошлой недели, прошедшей недели, мы посмотрели, видим, цены успокоились. И причем... Успокоились, это значит, не растут. Не растут. Цены на те же яйца снизились на 6,3%. Хорошо, теперь продукты, вот, касательно НДС, все-таки, да, на которые поднялась до 20%. Зачитаю. 14 июня Дмитрий Медведев объявил, что ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%. Таким образом, правительство планирует получить около 2 триллионов рублей в течение 6 лет. Вот все читают прессу, смотрят телевизор, на устах у всех НДС, это причина всех наших бед. Все-таки, а что такое НДС? И как это повлияло на повышение цены? Вот максимально простым языком. Да, действительно, все знают сегодня три буквы НДС, но вроде бы просто звучит НДС, каждый знает это слово, но действительно, очень просто объяснить, что же это такое, наверное, не всякий это сможет. Даже, наверное, не каждый бухгалтер, наверное, на простом, понятном языке, наверное, это действительно сложно объяснить. Действительно, ставка НДС, она повысилась, это было объявлено в прошлом году. И я хочу отметить, что здесь важно помнить, что это федеральный налог. Прежде всего, это федеральный. Идет, эти поступления, они идут, прежде всего, в федеральный бюджет, именно в федеральный бюджет. В федеральном нацпроекте. Да, мы об этом еще тоже поговорим. Действительно, что представляет из себя этот налог. Здесь нужно понимать, что каждый производитель, когда организация закупает сырье, материалы, услуги сторонних организаций для производства определенного, там, будь то это тот же стакан, та же ручка, тот же... Ну, даже возьмем простую тему, да, табуретки. Древесину закупили, продали табуретку дороже, чем... Сделали табуретку и продали дороже, чем купили древесину. Понесли определенные затраты. Ну, зарплаты рабочим, электроэнергии. И, конечно, дальше уж, конечно, добавляется стоимость. Которая в конечном итоге закладывается в цену. Плюсом к затратам на закупку сырья добавляется стоимость, несет определенные затраты. Из этого, конечно, берется налог. По сути, действительно, за это платит покупатель. Ну, что касается НДС, вот тоже вот хочу вернуться к тем же национальным проектам. Это и поступает в федеральный бюджет. Но эти же деньги, потом они обратно поступают сюда же и к нам. В республике, в качестве датации. В качестве... Да, вот те же национальные проекты. Здесь я хочу отметить, что вот только за три года уже у нас заложено, что на реализацию национальных проектов в республике у нас предусмотрено на трехлетний бюджет, на три года более 122 миллиардов рублей. То есть республика получит более 122. И более того, если на 2019 год республика на реализацию национальных проектов, это более 40 миллиардов. То есть это уже с учетом повышения НДС по сравнению с предыдущими годами, да, эта сумма, можно сказать, что она выросла. Да, конечно. И видим, мы получаем больше, та же республика. И прежде всего эти средства идут на те же социальные программы, которые направлены на жителей, на улучшение качества жителей. Вот что такое сегодня те же национальные проекты? Это и строительство новых детских садиков, это строительство школ, это строительство и сельских домов культуры, это модернизация библиотек, это строительство новых спортивных площадок, не просто стадионов, а именно таких спортивных площадок шаговой доступности. То есть это и детские пособия, это гарантированные детские пособия. И что касается медицины, это полная модернизация, полное переоснащение всех сосудистых центров, это полное переоснащение того же онкологического диспансера. То есть это именно, прежде всего, на социально значимые задачи будут направлены эти деньги. Все на человека, да. Вот у меня тогда такой вопрос. Как вы думаете, я понимаю, что не вам решать, но все-таки, как вы думаете, а можно ли было обойтись вот без повышения НДС, не знаю, поменять какую-то бюджетную политику Минфину, например, или что-то еще? Или без этих средств мы бы не реализовали? Все, о чем вы говорили до этого. Ну, есть же функция государства и обязательства государства, которые нам на себя берут. Да, конечно, перед теми же, да, есть определенные обязательства перед гражданами. И, видимо, при подсчете, видимо, решили, что это повышение позволит, во-первых, выполнить те программы и задачи, которые ставятся... То есть максимальный, наверное, результат, да, с минимальным... Все-таки сегодня потребности населения меняются. Если мы раньше говорили где-то вот там по качеству, вот сегодня, наверное, больше даже про комфортность начали говорить. И это и про характерное и на здравоохранение, и на медицину. Даже сегодня структура тех же жалоб, обращений, вот сегодня меняется. Абсолютно меняется. Что касательно медицины, если еще 10 лет назад в основном жалобы касались на то, что, может быть, там не вовремя оказали медицинскую помощь, что не так пролечили, а сегодня больше, вот последние 2-3 года структура обращений носит абсолютно иной характер. Ну, по что, например, жалуются? Что не сделан ремонт. Да, совершенно, что там нет кулера с водой, что тут нет современного дивана, что пол обшарпанный и так далее. Сегодня это о чем говорит? Это показательно, на самом деле. Это о чем говорит? Прежде всего, с одной стороны, уже и благодаря реализации тех же приоритетных проектов в середине 2000-х годов, помните, были национальные проекты в сфере здравоохранения, в сфере сельского хозяйства. И в сфере, на самом деле, очень много сделано, вот как раз для того, чтобы оказывать ей качественную медицинскую помощь. А сегодня говорим не только про качество, но и комфортное пребывание, потребности, и жизнь меняется сегодня. Ну, и за все надо платить. Конечно, да. Ну, здесь, наверное, надо добавить тоже поддержу Светлана Ивановна, коллегу. Все-таки мы понимаем, что у нас основная часть инфраструктуры, это сети водоснабжения, газоснабжения, были построены еще в советский период. Они у нас устаревают, требования к комфортности повышаются, приближается срок, когда это нужно все модернизировать. Государство не может не выполнять эти обязательства, потому что оно просто должно это делать. Поэтому я думаю, что все-таки повышение, оно, наверное, обосновано, потому что нарастает все больше потребностей граждан, и государство обязано делать жизнь, нашу жизнь более комфортной. Я на самом деле понимаю, что у государства очень много расходов, чтобы граждане жили, развивались, да, и жили достаточно комфортно. Все-таки если возвращаться к ценам, вот тоже, я понимаю, что производители, продавцы, да, они все тоже хотят зарплату, никто в убыток работать не будет. И вот руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений посчитал, что увеличение НДС обернется ростом вот расходов, да, на 4-5 тысяч рублей в год на человек, то есть семьи из двух человек, это на 8-10 тысяч рублей, из трех 12-15 тысяч рублей. Для нашего региона сумма достаточно существенная, а вот как-то все-таки даже не сдерживать или регулировать цены, если вдруг, да, они пойдут в разнос, как-нибудь мы планируем, есть ли инструменты? Все-таки, если, например, повышение продолжит, какие? Ну, конечно, есть разного уровня инструменты. Есть, скажем, вспомним нашего, как нашего, Адама Смита, который говорил, что есть невидимая рука рынка, которая должна сработать. То есть само все должно наладить. Ну, мы все улыбаемся и, конечно, понимаем, что без государства невидимая рука рынка не всегда срабатывает. И здесь есть государственные механизмы, есть реагирование на действия тех структур, которые влияют на рынок, на ту же цену, которую могут повлиять. Вот если говорить, у нас сегодня тема про яйца, если говорить на прилавке есть качественные яйца, допустим, за более низкую цену, потребитель сам, я думаю, благоразумно выберет яйца с более низкой ценой, но того же качества. Проголосует рублем, да? Да, проголосует рублем. Это говорит о потребителе, влиянии потребителя на рынок. Ну, а в случае, если этого предложения не будет, то здесь роль государства, она отражается, ну, в том числе в работе нашей службы, темнопольной. У нас есть вот закон, я его взял с собой, как некую Библию, да? Который указывает на то, как мы должны реагировать. Мы, конечно же, реагируем на действия тех структур, которые являются или монополистами, или доминантами. Такие есть термины, наверное, всем они понятны уже, мы уже знаем, что кто они такие. Это те структуры, которые могут диктовать условия на рынке. Говорить, что вот с завтрашнего дня те же яйца будут стоить, ну, условно, там, 5 рублей. И даже если у кого-то нет такой возможности продавать яйца за те же 5 рублей, он просто уйдет с рынка. А с другой стороны, он тоже, тот же монополист, может объявить, ну, не 5, я хочу 100 рублей. То есть, хочу, чтобы маржа была у меня более чем 50%. И опять оно-то может сделать, и если государство не вмешается в эту деятельность, наверное, никто не сможет его заставить. Есть такие понятия в экономике, как неэластичность. Когда изменение цены не влияет на потребление. Неэластичность. Ну, вот тот же бензин, да, если прийти. Вот, про бензин хотелось как раз. Сколько его не поднимая, все равно потребность в этом продукте существует. Она не сильно влияет на эту потребность. Как шутят у нас россияне по поводу бензина. Например, да, фраза «я не плачу, просто цены на бензин в глаз попали». Есть еще такая картинка, например, да, интересно, насколько подорожает бензин, если нефть станет бесплатной. Бензин – уникальный продукт, как мы уже с вами выяснили. Он очень важный для нас и для экономики страны. Структура цены бензина, она уже и многими специалистами раскладывалась, выявлялись влияния политики государства, влияния политики мировой, в части стоимости баррель нефти. Она у нас в шутке отражена, весьма уникальная. Повышение – это повышение, понижение – опять повышение, да? Уникальный продукт. Этим вопросом мы постоянно задаемся. На нашем сайте Федеральной антимопольной службы можно увидеть даже некую такую динамику изменения цен или стоимости цен по всей России. Там есть такая вкладка на нашем сайте. И у нас даже на сегодняшний момент возбуждено дело в отношении нашего розничного поставщика – это Татнефти. На данный момент мы ведем разбирательство. И вот я сегодня выступаю в той роли, когда не могу дать конечные ответы. И у меня есть и сомнения, и подтверждение того, и другого. В настоящий момент у нас бензин стабилизировался. Есть после новогодний скачок, который небольшой, не сильно заметный скачок, связанный с НДС. Но, может быть, он отложенный. Может быть, еще что-то поднимется. Но у нас с вами есть соглашение на рынке, соглашение с правительством Российской Федерации, что до 31 марта ничего стрессового не должно происходить. И оно действительно всеми, есть такой термин ВИНК – вертикальные интегрированные компании. Вот они держат свое слово, и рынок стабилен. Я думаю, что после 31 марта что-то будет, опять же, предпринято для того, чтобы… И у нас уже начинается весна, опять же, посевные, да, и… То есть повышенный спрос, да? Повышенный спрос. Но я думаю, что он будет стабильный, и цена не будет сильно изменяться. Опять же, антименопольный орган чутко реагирует на то, за счет чего поднимается цена. И мы выявляли структуру, разглядывая буквально очень детально, почему же на этой заправке стоит бензин столько, и за счет чего. За счет поставщика, за счет наценки, за счет каких-то дополнительных инвестиций. А вот эти вот проверки как раз инициируются после жалоб, то есть, да, заехали автомобилисты, обалдели отцены? Да, у нас есть механизмы, которые, такое слово, возбуждает определенный орган для действий. Это может быть и сама инициатива органа, как и любого другого государственного органа. Конечно же, у нас очень активные граждане, это жалобы. Есть горячая линия, которая позволяет чутко реагировать на то или иное действие, чтобы мы не зазевали случайно. Различные механизмы. Россия не любит жаловаться, да, но все-таки это надо делать иногда. Иногда полезно все-таки, мне кажется. Ну, на то она и щука, чтобы карась не дремал. Вот примерно такое поведение. Каждый раз меняется ролик, кто является щукой, кто является карасем. Ну, как вы сказали, бензин – это тема, которую можно обсуждать все очень долго, но все время, к сожалению, ограничено. Поэтому переходим еще на одну существенную такую статью расходов – тарифы. В этом году он индексируется два раза, да, это январь и июль, если я правильно помню. И НДС здесь тоже играет роль. Вот что ждать? Вот сейчас у нас придут как раз, наверное, расчетки, да, на следующей неделе большинство жителей. Что увидим мы в них? До 2019 года действительно изменение тарифов у нас происходило один раз в году. Это происходило с 1 июля, к этому мы привыкли. Мы ждали лета. Но вот в связи с тем, что ставка НДС у нас 1 января изменилась с 18% до 20%, все те организации, которые работают на общей системе налогоблажения, они пришли к нам с заявлениями об установлении тарифов, и мы вынуждены им установили тарифы с учетом НДС. В среднем это 1,6% роста тарифа на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1,4%. А вот в денежном эквиваленте как-то можно посчитать? Мне кажется, зритель сейчас захочет, да, грубо говоря, примерно, если прикинуть, вот семья из трех человек, да, которая живет, например, в двухкомнатной квартире. Насколько больше они будут платить в месяц за горячую воду, например? Ну да, конечно же, это все можно посчитать, но здесь мы должны взять конкретную платежку, она у нас формируется, база декабря, берем свою платежку, индексируем все свои цены. То есть мы говорим, вот электроэнергия определенно это 1,6%, природный газ 1,7%, грубо говоря, да, 1,7% возьмем, потому что мы не знаем, кто поставляет на услугу теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, это 1,7%, грубо говоря, и получается так, что не более чем 1,7% произойдет рост. Если человек платил тысячу рублей, понятно, к тысяче рублям прибавляется 1,7%. Газ подорожает, если конкретно говорить по цифрам. По кубометрам. По кубометрам, да, по кубометрам. Я уже говорила, что индексация у нас идет два раза в год. Первое полугодие для всех это 1,7%, со второго полугодия в среднем по Чувашской республике размер платы граждан изменится не более чем на 2%. Это в среднем. Для ряда муниципальных образований это изменение будет больше. Об этом мы попозже поговорим. Вот часть электрической энергии, изменение тарифа произойдет с 1 июля на 5 копеек для городского жителя. На 3 копейки изменение для сельского жителя. Ну, за единицу объем. За единицу, да. За 1 киловатт электрической энергии. Ну да, здесь не критично мы видим 1,5% и 1,3% роста это городское и сельское. Ну, второй этап также он будет с 1 июля. Это 6 копейки, 4 копейки на эту же услугу. Мы ожидаем рост тарифов. Ну, здесь не получится так, да, как, например, вода за ту же цену холоднее не станет, во всяком случае, от дома. Так, тарифы, да, мы поговорили про тарифы. Это в том случае, если жилье уже есть. Сейчас будем говорить о том, по какой цене мы жилье будем в этом году покупать. К нам присоединился наш гость, это Степанов Сергей Пантелимонович, заместитель директора строительной компании «Комплекс». Здравствуйте. Как в последнее время изменилась цена на квадратный метр? Вот касательно, например, вашей компании, или вообще, вы же наверняка знаете ситуацию на рынке. Ну, если говорить о моменте, сама цена, возможно, еще не успела измениться. По сравнению с теми регионами, где в Москве, например, или там в столицах, уже идет подъем стоимости квадратного метра в Чебоксарах. То есть и у нас, вот в частности, пока мы держимся стабильно, эти цены как-то не меняются уже, наверное, три года. Вот, но тенденция, она как-то неуклонно уже дойдет и, наверное, до регионов, и причин к этому множество. Что актуально сегодня, касаемо изменений цены, а именно увеличения стоимости квадратного метра, это, наверное, вот последние изменения в законодательстве. А вы про что именно говорите? Какие законы? Это законодательство в сфере строительства, в частности, в долевом строительстве. Отмена долевого строительства, переход на проектное, да, финансирование? Вот, как будто бы, да, говорили о том, что долевое строительство – это история вечная, но теперь мы говорим о том, что запущен механизм отмены долевого строительства, переход на проектное финансирование, ну, в связи с этим, и объясняют это тем, что надо бы как-то очень сильно защитить дольщика, потому что количество их как-то не стабилизируется, а все же растет. Вы считали уже, насколько может подражать квадратный метр, если, например, вот все, долевое строительство отменено, подрядчик, вернее, застройщик сам выискивает деньги, чтобы начать строительство, продолжать. Вот для вашей компании, насколько может подражать квадратный метр? Сколько сейчас и насколько? Или снизиться она же не обязательно должна подорожать, я надеюсь. Ну, мне кажется, в этом случае снизиться, подорожать. А почему? Действительно. А почему она должна подорожать? Они также приобретают же тот кирпич, те же проматериалы, сутоком, Нет, я понимаю. 15% на 20%. Но с другой стороны, можно замедлять новые технологии, которые позволяют сэкономить. Это инвестиции на новые технологии. Давайте не будем предрекать повышение. Я хочу представить. Поскольку коллеги отмечали, все и вся почему-то дорожает. И стоимость квадратного метра столбняком здесь не может оставаться. И вдруг понизится. Но эксперты склонны говорить сейчас о том, что последние изменения, это федеральный закон от 25 декабря 2018 года может привести к увеличению стоимости квадратного метра почти на 20, а то и на 30%. То есть это существенные изменения. Когда, как думаете? Кардинальные изменения предлагаются последним федеральным законом, упомянутым мной. Это с 1 июля 2019 года. Сегодня все строительное сообщество субъектов и России, допустим, обращается уже к главе правительства к Медведеву о том, чтобы эти строки немножко сдвинуть. потому что, как выразился глава Минструэта Татарстана из 109 строительных организаций, там 54 организации, по его мнению, совершенно не готовы. С ценами ночных жильев все пока не так однозначно и непонятно. Со всем остальным мы более-менее определились. Последнее, что я вас попрошу сделать, это какие-то прогнозы. Что ожидает в более отдаленном будущем покупатель, который придет, не знаю, в продуктовый, например, магазин? Как думаете, как поведут себя цены к середине, к концу года? Ну, в целом могу ответить. Но начнем с того, что пока, судя по недельным данным, которые отмечают и Росстат, и Чувашстат, пока повышение НДС сказывается на ценах достаточно сдержанно. Но еще в прошлом году, когда прогнозировали инфляцию на 2019 год, уже с учетом повышения НДС и повышения акцизов на нефтепродукты прогнозировали на уровне 4,6%. Но сейчас многие эксперты сходятся в том, что, наверное, ожидается на уровне 5,5-6%. Но пока не очень ясно, как отразится, как будет, какова будет ситуация с теми же санкциями, каковы будут инфляционные ожидания и граждан, так и предприятий. И еще нужно понимать, как поведет себе ключевая ставка Центробанка. И вот эта ситуация, вот как сейчас с ценами на жилье, поэтому многие ожидания. Но многие эксперты тоже и в отношении тех же продуктов отмечают, что пока повышение роста цен не должно быть на даже те же яйца. Есть такая характерная черта, как сезонность. Мы не один раз сегодня это вспоминали. То есть сегодня мы вспоминали про тот же салат Оливье, впереди Пасха. Да, да, да. Да, но это вот тоже традиционно, вот это сезонные колебания, они никуда не уходят, они сохранятся. И поэтому будем смотреть точно так же пока непонятно, как будет играть курс валюты. Поэтому все будет зависеть в том числе от этого. Это же тоже немаловажно. Может быть, не настолько это повлияет на стоимость продовольственных товаров, но ряд непродовольственных товаров, это, конечно, повлияет безусловно. Конечно, техника даже, Конечно. А техника, потому что в основном все-таки она импортного производства. Во всяком случае, мне кажется, стоит сказать, что, да, несмотря на тоже пока неопределенные прогнозы, закупать мешками гречку, соль, да, не стоит. Не стоит. Это только спровоцирует рост цен. Да, да. Это мы уже проходили. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы говорили про рост цен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова